С обширным спектром обязанностей и полномочий руководителя процедура его увольнения будет значительно отличаться от увольнения рядового сотрудника и требовать к себе внимательность и соблюдение законодательства. Подробнее об этом поговорим в нашем новом видео. Особенности процедуры уволения расписаны в ТК РФ и дополнительных федеральных законах. В них указаны все возможные основания, сроки, а также полагающие гарантии и компенсации при прекращении трудового договора. При уволении генерального директора необходимо созвать внеочередное собрание участников общества соответствующей повесткой. Также нужно издать приказ, с которым должен ознакомиться руководитель. Об увольнении руководителя компании необходимо уведомлять налоговый орган и некоторые другие организации. Зачастую во внутренней документации компании, а также в трудовом договоре указываются дополнительные условия прекращения трудовых отношений. При возглавении вопросов по ТК РФ нужно обращаться к проверенным специалистам. Юристы по трудовому праву из компании Роско дадут подробную консультацию по вашему вопросу. Какие могут быть основания для увольнения генерального директора? Существует несколько возможных оснований для прекращения трудовых отношений с руководителем. Первое. В связи с окончанием действия срочного трудового договора это происходит, когда договор заключается на определенный срок в соответствии с согласием сторон. При отсутствии со стороны компании предложения о продлении срока необходимо уведомить директора об этом заранее. Установлен минимальный срок в три дня до даты окончания срочного трудового договора. Компенсация в данном случае не предусматривается. При отсутствии уведомления статус договора становится без срока. Второе. В связи с банкротством компании. Остранить руководителя от должности при этом можно только по решению арбитражного суда. Последним рабочим днем будет считаться день, когда директор был уведомлен о соответствующем решении органа и компенсация в таком случае предусматриваться не должна. Третье. Увольнение генерального директора в связи с заявлением по собственному желанию. Для этого ему необходимо уведомить собственника или участников общества минимально за один месяц до намеченной даты. После этого созывается внеочередное собрание с повесткой о расторжении трудового договора с директором. На нем должны быть определенный порядок передач и имущества, а также определен новый руководитель. Уведомление сопровождается соответствующим приказом. Компенсация за увольнение директора по собственному желанию не предусматривается. Четвертое. При решении учредителей общества такой вариант выносится на рассмотрение на общем собрании и принимается решение об увольнении генерального директора. Основанием для данного решения могут быть совершенно различными, быть до простого желания учредителей. Однако в таком случае нельзя уволить руководителей, относящихся к льготным категориям граждан. Когда возможно увольнение генерального директора по инициативе владельца компании? Расторгнуть трудовой договор с руководителем компании по инициативе ее владельца можно в нескольких случаях. При смене владельца общества, кроме случаев, когда меняется с его составом или происходит реорганизация в виде слияния с другой компанией. Новый владелец вправе в течение первых трех месяцев со дня вступления в права собственника уволить руководящий состав. Размеры компенсации директора в таком случае положены в размере трех среднемесячных окладов. При смене организационной правовой формы общества в случаях разделения и выделения владельца компании вправе без основательного уволить директора. При причинении директором ущерба, который наносит урон интересам компании. Данная процедура является достаточно сложной. Если причинен имущественный ущерб, это должно подтверждиться заключением аудиторов, консультантов или сотрудников. Увольнение должно быть основано на двух факторах. Если руководитель принял необоснованное решение, оно тем самым повлекло за собой имущественный ущерб. При однократном грубом нарушении руководителей своих трудовых обязательств. Такие нарушения определены трудовым договором. Также могут быть несвоевременные предоставления отчетности в органы невыполнения показателей. Когда уволить генерального директора нельзя? Существуют обстоятельства, при которых расторжение трудового договора будет являться незаконным, если директором является беременная женщина или одинокая мать, воспитывающая ребенка до трехлетнего возраста. За исключением случаев, когда компания проходит процедуру регуляции. Если директор относится к категории граждан, которые указаны в пункте 4 ст. 261 ТК РФ. Если директор в данное время является временно нетрудоспособным, пребывающим в отпуске, за исключением случаев прохождения компании процедура ликвидации. О смене руководителя организации уведомляется налоговый орган, все банки, проводящие расчеты компании и внебюджетные фонды. Необходимо отметить, что уволение директора не освобождает его от ответственности. При нарушении законодательства и причинении ущерба компании наказание возможно даже после расторжения трудового договора. Узнавать о новостях и интересных выпусках по теме трудового законодательства можно на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, будьте в курсе и будьте с РосКо.